Если больше нет вопросов, я хочу передать слово Косте Петрову, который представит сегодня лабораторию нейрофармакологии. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Заведующий нашей лабораторией Евгений Евгеньевич Никольский по уважительным причинам сегодня не смог представить нашу лабораторию. И он попросил меня сделать доклад по одному из научных направлений, которое развивается в нашем Open Lab. В нашем Open Lab оно условно называется ингибитор холинстераза. Поскольку я не являюсь директором лаборатории, мой доклад будет более научным, чем у Растана Римановича, нежели таким представительным в плане отчетности и так далее. Итак, у млекопитающих имеются два фермента, которые разрушают нейромедиатор ацетилхолин, гидролизуя его до холина и ацетата. Это ацетилхолинстераза и бутерилхолинстераза. Это два очень похожих фермента. 65% последовательности этих ферментов гомологичны. Отличием и ацетилхолинстераза и бутерилхолинстераза функциональным является то, что активный центр находится у них на дне ущелья, глубиной примерно 18 ангстрен. И если рассматривать аминокислотные остатки, которые принимают участие в гидролизе ацетилхолина, то отличие достаточно минимальное. Это три остатка в так называемом периферическом аненном центре. Это область ацетилобутерилхолинстераза, которая находится на входе ущелья и отвечает за ориентацию молекулы ацетилхолина, когда он проваливается в ущелье. Ну и собственно есть еще три остатка в канале ацетилобутерилхолинстераза, которые различаются между собой. Есть описаны ингибиторы этих ферментов, ингибиторы ацетилы, бутерилхолинстераза, и они применяются для компенсации снижения эффекта ацетилхолина при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера и миостынигресс. Ну, правда, надо отметить, что применение ингибиторов холинстераза, оно сопровождается всегда побочными эффектами. Основные побочные эффекты связаны с так называемыми мускариновыми побочными эффектами, с гиперактивацией мускариновых рецепторов, гладкой мускулатуры и сердца. Тем не менее, важным моментом является то, что на данный момент считается, что основную роль в процессах разрушения ацетилхолина во время синаптической передачи возбуждения отходится ацетилхолинстеразе. И официально заявляется, что физиологическая роль материалхолинстераза на данный момент не выяснена. Но, тем не менее, имеются данные, которые позволяют считать, что бутерилхолинстераза играет какую-то отдельную роль. По крайней мере, это справедливо для нервно-мышечных синапсов. Во-первых, показано, что в нервно-мышечных синапсах ацетил и бутерилхолинстераза пространственно разделены между собой. А именно, ацетилхолинстераза находится во вторичных складках синаптической щели, тогда как бутерилхолинстераза локализуется на поверхности терминальной швановской клетки. Следующая группа свидетельств, в которой говорит о том, что возможны различные роли ацетила бутерилхолинстераза в нервно-мышечном синапсе, это свидетельства о том, что ингибирование ацетил или бутерилхолинстераза по-разному модулирует процесс секреции ацетилхолина. А именно, ингибирование ацетилхолинстераза увеличивает вероятность освобождения ацетилхолина посредством активации мускориновых рецепторов. Тогда как ингибирование бутерилхолинстераза снижает вероятность освобождения ацетилхолина, ну и вот в представленной работе рецепторы, которые последуют этот эффект, они на тот момент не были выяснены. Ну и собственно мы подходим к началу нашего проекта. Этот проект, посвященный исследованию физиологической роли бутерилхолинстераза в нервно-мышечных синапсах, начался с того, что у наших французских коллабораторов в университете Рене Декарта появились антитела селективные к бутерилхолинстеразе мыши. Тут надо отметить, что попытки получить антитела специфичные к бутерилхолинстеразе мыши, вернее антитела к бутерилхолинстеразе, которые можно использовать на мышах, они были достаточно долгое время предпринимались. Мыши иммунизировались разными пептидами, но специфичных антител к бутерилхолинстеразе получено не было. И вот наши коллабораторы, они применили очень интересный подход, о котором мне хочется рассказать. Они иммунизировали очищенные бутерилхолинстеразой мыши, нокаутных мышей, у которых нокаут по гену бутерилхолинстераза. И вот в этом случае у этих нокаутных мышей выработались антитела к бутерилхолинстеразе, с которых, в общем-то, и начался этот проект. Мы попытались выяснить, где локализуется бутерилхолинстераза в нервно-мышечных синапсах. Потому что вот предыдущие статьи, которые я показывал на несколько слайдов раньше, там использовались не антитела, поскольку я говорил, антител не было, там использовался метод окрашивания субстрата. Это электронно-плотные соли ацетилтеохолина. Этот осадок может мигрировать, и поэтому не очень понятно, где, собственно, расположен фермент. Ну вот, используя антитела, мы попытались колокализовать с разными зонами синапса. И вот, как вы можете видеть, сигнал, он колокализуется с маркером глиальной клетки 2КОМС-100, и не колокализуется с абонгаротоксином. Там видно? Вот. Ну, дальше мы сделали электронную микроскопию. И вот на электронно-микроскопических фотографиях вы можете видеть, что окрашивание, оно расположено на мембране терминальной шланговской клетки снаружи. Мембрана терминальной шланговской клетки. И, что важно, оно отсутствует в синаптических складках. У бутерилхолинстераза в детектируемых количествах нет синаптической щели. Дальше мы попытались исследовать физиологическую роль ингибирования бутерилхолинстераза и через какой тип рецепторов может реализоваться влияние на кварковый состав. Ну вот, как вы можете видеть, была применена такая схема эксперимента. Это стандартная электрофизиологическая регистрация внутриклеточным острым электродом, в одном и том же мышечном волокне записывались миниатюрные потенциалы концевой пластинки и вызванные потенциалы концевой пластинки. Соответственно, рассчитывался квантовый состав методом деления амплитуд потенциала концевой пластинки на амплитуду миниатюрного потенциала концевой пластинки. Было обнаружено, что ингибирование бутерилхолиностераза специфическим ингибитором и золом поснижает квантовый состав. Кроме того, мы анализировали средний квантовый состав у мутантов нокаутов по бутерилхолиностеразе. И, как вы можете видеть, он на 30% меньше по сравнению с квантовым составом мышей дикого типа. Дальше мы провели некий скрининг холинорецепторов, которые могут быть ответственны за снижение квантового состава при ингибировании бутерилхолиностеразы. Были проверены мускариновые рецепторы, блокировались атропином. Мы делали эксперименты на мутантах-нокаутах по бета-2, бета-4 и альфа-7 холинорецепторам. Ну и вот, как вы можете видеть, применение атропина не снимало эффекты ингибирования бутерилхолиностераза. Мутанты по бета-2, нокауты по бета-2, бета-4 также были чувствительны, как мыши дикого типа. А вот нокауты по альфа-7, либо фармакологическая блокада альфа-7 холинорецепторов блокатором МЛА устраняла эффект ингибитор-ацетилхолиностераза. Таким образом, мы можем заключить, что влияние на квантовый состав ингибитора бутерилхолиностераза реализуется посредством активации альфа-7 холинорецепторов. Мы попытались выяснить, где у нас расположены альфа-7 холинорецепторы в области концевой пластинки. Ну и вот тут можно видеть, что они колокализуются также с маркером швановской клетки С100 и не колокализуются с бунгаротоксином. На верхней части мы проверяли специфичность антител. То есть, вот есть сигнал с области концевой пластинки, и он отсутствует у альфа-7 нокаутов. Ну, подводя вот некий промежуточный итог данной части презентации, можно показать некую схему, согласно которой ацетилхолин, который покидает посредством спиловерсинаптическую щель, может активировать альфа-7 рецепторы за пределами синаптической щели. И этот уровень ацетилхолина и, соответственно, степень активации альфа-7 рецепторов, она контролируется активностью фермента бутерилхолинастераза. В этом случае можно предположить, и активация этих рецепторов запускает петлю отрицательной обратной связи, которая приводит к депрессии и освобождению ацетилхолина. Соответственно, поскольку ключевым игроком тут является ацетилхолина, спиловер, можно предположить, что при ингибировании ацетилхолинастераза эффект будет сильнее и влияние на квантовый состав будет более выражено. Для нашего проекта это важно, поскольку ингибиторы ацетилхолинастераза ацетилхолинастераза променяются в медицине для лечения нервно-мышечных заболеваний, таких как миостениеграез и врожденные миостенические синдромы. Самым распространенным заболеванием этой группы является миостениеграез. Это аутоиммунные заболевания. Патогенез связан с тем, что аутоантитела, вырабатываемые к мышечному типу хоринорецепторов, запускает систему комплимента и рецепторы лизируются. Недостаток ацетилхолиновых рецепторов приводит к тому, что потенциалы концевой пластинки не способны достичь порог генерации потенциала действия и, соответственно, вызвать мышечное сокращение, возникает мышечная слабость. Мясо тени – это достаточно серьезное заболевание до начала прошлого века, до первой половины прошлого века. Это было летальное заболевание. 70% больных миостении погибали так или иначе из-за так называемых миостеничных кризов, которые связаны с блокадой дыхательной мускулатуры. Ну и вот перелом ситуации произошел после того, как усилиями Мэри Волкер, врача одной из лондонских, по-моему, клиник, было отмечено, что симптомы миостении сходны с отравлением Курера, который лечили физостегмином, ингибитором ацетилхориностераза. Ну и после вот этой вот статьи в Ланцете физостегмин вошел в медицинскую практику как традиционное средство терапии миостении Гравис. И когда эта практика распространилась, летальность миостении снизилась до 15%. Потом, после развития кортикостероидной терапии и так далее, летальность еще упала. И в данный момент миостении уже не смертельные заболевания. От миостении погибают, собственно, от миостении погибают несколько процентов пациентов. Положительный эффект ингибиторов ацетилхориностераза, как я уже говорил, связан с их способностью увеличивать амплитуду синаптических ответов. И после этого синаптические ответы, которые изначально не достигали порога генерации потенциала действия, достигают этого порога и способны запустить мышечное сокращение. Вот это продемонстрировано на этих слайдах. Когда потенциал концевой пластинки пересекает порог, запускает потенциал действия мышцы. Если количество рецепторов снижено, то потенциал концевой пластинки не способен достичь порога. После ингибирования ацетилхориностераза в синаптической щели время жизни ацетилхориностераза увеличивается, потенциал концевой пластинки увеличивается, и он снова способен вызвать сокращение. Таким образом, из этой схемы ясно, что единственная цель применения ингибиторов ацетилхориностераза при лечении мышечной слабости – это максимально эффективное увеличение амплитуды потенциала концевой пластинки. Но, исходя из вышесказанного, можно сформулировать то, что я называю парадоксом применения ингибиторов хориностераз при лечении астении. Ингибиры ацетилхориностераза в синаптической щели мы увеличиваем эффект каждого кванта ацетилхорина за счет продления времени жизни каждой молекулы. Ингибиры бутерилхориностераза на поверхности терминальной швановской клетки мы запускаем петлю обратной связи через альфа-селлен-рецепторы, которые снижают квантовый состав, то есть снижают количество молекул ацетилхорина, которые секретируются в синаптическую щель. Таким образом, можно предположить, что избирательные ингибиторы ацетилхориностераза будут более эффективны при лечении астении, чем неизбирательные. Но, как я уже говорил, роль бутерилхориностераза, физиологическая роль считается невыясненной, и ингибирование ее как возможный вклад в синаптический процесс полностью игнорируется. Чтобы как-то попытаться количественно оценить эффективность специфических ацетилхориностераза ингибиторов и неспецифических, которые ингибируют обе хориностеразы, была выполнена следующая серия экспериментов. Были получены крысы, которые болели миостыни и гравис. Для этого крысы иммунизировали синтетическим пептидом, который представляет себя участок так называемого основного иммуногенного региона ацетилхоринного рецептора. Альфа-субъединица ацетилхоринного рецептора. После этого, после иммунизации, у них возникала миостыния, мышечная слабость, которую детектировали с помощью миографии по отношению амплитуды потенциала, интегрального потенциала концевой пластинки. Это отведение снокожных электродов и сравнивалось амплитуду первого и двухсотого сигнала. Ну, первого и последнего сигнала в пачке. Вот вы можете видеть, что у здоровых животных это отношение порядка 5%. У миостыничных крыс отношение первого к двухсотому значимо больше, там порядка 20%. Нами была подобрана доза специфического ингибитора ацетилхоринного рецептора амбинониума. Это уровень больных животных. Была подобрана доза ингибитора амбинониума, которая восстанавливала декремент амплитуды контрольных значений. И после этого этим же крысам поверх амбинониума внутри брюшины вводился блокатор бутерилхолинэстераза бумбутерол. И, как вы можете видеть, декремент амплитуд вторично увеличивался примерно на... Ну, то есть, по сути, можно сказать, что мы теряем треть полезного эффекта ингибитора ацетилхолинэстераза. Таким образом, вот эта часть нашей работы демонстрирует одно из направлений исследований OpenLab. Это исследование фундаментальных аспектов функционирования синаптической передачи в условиях ингибирования ацетилобутерилхолинэстераза. И, как, надеюсь, было показано, это может иметь практическое значение для того, что дает рекомендации того, какие ингибиторы должны синтезироваться. Как я уже говорил, в данный момент используются два ингибитора ацетилобутерилхолинэстераза для лечения мяско-неиграез. Это калимин и прозерин. Оба из них неизбирательны к ацетилобутерилхолинэстеразе. И таким образом можно заключить, что вот ниша специфических ингибиторов ацетилхолинэстераза для лечения мяско-неиграез, она не занята. Их надо синтезировать. И вот это вот поиск таких ингибиторов, поиск закономерностей, как надо синтезировать избирательные ингибиторы ацетилхолинэстераза, что для этого нужно. Это является вторым направлением исследования, о которых я хотел рассказать бы сегодня. На данном слайде показана структура соединения, которая называется соединение 547, оно было синтезировано очень давно, примерно 25 лет назад в ЙОФХ имени Арбузова в лаборатории Владимира Александровича Резника. Но особенностью этого соединения является его крайне высокая афинность к ацетилхолинэстеразе и крайне высокая селективность по отношению к ацетилхолинэстеразе по сравнению с бутерилхолинэстеразой. По этому соединению накоплена за это время масса различных физиологической информации. Оно очень достаточно хорошо исследовано с физиологической точки зрения. В частности, оно было проверено на моделями астении Грайвиса, о которой я говорил раньше. То есть была подобрана доза соединения 547, которая восстанавливала декремент. Это 0,008 мг на килограмм. Для сравнения, доза передостегмина, обладающая тем же эффектом, это 0,1 мг на килограмм. Ну, собственно, тут показано, как соединение 547 может восстанавливать декремент амплитуд. Кроме того, у соединения 547 было обнаружено еще одно преимущество, очень важное для лечения миостынии Грайвис. Это меньшие его эффекты в отношении гладкой мускулатуры, поскольку, как я говорил, большинство побочных эффектов, они при применении ингибитора бутерилхоленостераза, они связаны с гиперактивацией гладкой мускулатуры. Это я... Ну, и, собственно, вот из показаний к применению я скопировал миостыни и миостынические синдромы, и, кроме того, оттонии мускулатуры мочевого пузыря и желудочно-кишечного тракта. Вот ниже показаны дозы для того и другого состояния, как вы видите, они совпадают. Таким образом, применение передостегмина всегда сопровождается гиперактивацией мускулатуры гладких мышц. Ну, и вот одна из информаций, которая была получена про соединение 547 за долгий период его исследования. Ну, на самом деле, эта информация была получена достаточно давно, в начале этого года. Мы попытались как-то оценить побочные, количественно оценить побочные эффекты избирательных и неизбирательных ингибиторов ацетилхоленистераз в отношении гладкой мускулатуры. И вот вы здесь можете видеть, для этого мы наркотизированные крыси in vivo через ретро вставляли катетер, связанный с датчиком для измерения артериального давления. То есть, есть датчики, предназначенные для так называемого прямого измерения артериального давления. И таким образом можно у живой крысы регистрировать изменение сокращения, изменение давления, которое возникает в результате сокращения стенок мочевого пузыря. На данном слайде можно видеть, что доза соединения 547 избирательных ингибиторов ацетилхоленистераза не влияла на амплитуду сокращения мочевого пузыря. Вот здесь показан эффект дозы передостегмина, который вылечил миостыни и гравис. Вы можете видеть, что амплитуда увеличилась примерно на 200%. Дальше мы попытались выяснить вклад бутырилхоленистераза в этот процесс, поскольку соединение 547, как я уже говорил, крайне избирательное в отношении ацетил по сравнению с бутырилхоленистеразой. Вот тут у нас доза бомбутерола, которую использовалась в предыдущих исследованиях. Она сама по себе никак не влияет на сокращение мочевого пузыря. А вот следующий столбик – это бомбутерол после соединения 547. То есть, заингибируя бутырилхоленистеразу, мы сразу достигаем уровня передостегмина. Таким образом, можно заключить, что бутырилхоленистераза важна не только при лечении миостыни и гравис, ее активность важна не только с точки зрения эффективности увеличения амплитуды потенциала в концевой пластинке, но и активность бутырилхоленистераза может компенсировать недостаток активности ацетилхоленистераза в гладкой мускулатуре, что важно для снижения побочных эффектов ингибиторов ацетилхоленистераз. Следующий слайд иллюстрирует то же самое – влияние на тонус, на базальный тонус мочевого пузыря. Это те же самые крысы, просто другой параметр. Как вы видите, и бомбутерол, и соединение 547 сами по себе не оказывали влияния на тонус. Передостегмин увеличивал, ну и, соответственно, бомбутерол после соединения 547 увеличивал тонус до уровня передостегмина. Таким образом, я пытался продемонстрировать, что избирательные ингибиторы ацетилхоленистераза могут быть более полезны, более эффективны для лечения состояния мышечной слабости, таких как миостыни ГРС. И в качестве инструмента для этого было использовано соединение 547, которое, повторюсь, на данный момент обладает одной из самых высоких и записанных афинностью кацетилхоленистерази и одной из самых высоких селективностей кацетил против бутерил. Проблема заключается в том, что механизм вот такой высокой афинности и селективности для соединения, которое синтезировано 20 лет назад, до сих пор был не выяснен. И мы задались этим вопросом с помощью приглашенного ученого, академика Патрика Массона, мы исследовали ферментативную кинетику гидролиза ацетилхоленистераза в присутствии в соединении 547. Соединение 547 относится к так называемым slow binding ингибиторам. Это ингибиторы, для которых характерны две стадии реакции. Сначала быстрая фаза, а потом в той или иной степени имеется медленная фаза. Ну, собственно, описано три варианта медленного ингибирования фермента. Это, собственно, медленное ингибирование, когда имеется лакфаза, а потом идет обычное ингибирование фермента. Это быстрое связывание, имеется две фазы быстрое связывание с ферментом, а потом медленная изомеризация, то есть присутствует вторая фаза, которая медленнее, чем первая. Ну и третье, это имеется модификация фермента, то есть фермент может существовать в двух состояниях, и одно состояние хорошо ингибируется ингибитором, другое хуже, и существует медленный эквилибриум между этими двумя формами. Ну вот, с правой стороны показаны схемы, которые иллюстрируют эти механизмы, и как вы можете видеть, наш ингибитор соответствует схеме B, мы посчитали константы ингибирования, которые следуют из этой схемы, и как вы можете видеть, тут представлены две константы, первая, она отражает первый процесс быстросвязывания с ингибитором, это тоже очень высокая константа, 0,14 наномоля, то есть 1 на 10 минус 10, вот, но как бы дальше начинается второй процесс, который увеличивает афинность примерно в 10 раз, и следующее исследование было посвящено тому, чтобы выяснить, с чем же связан второй вот этот процесс, для этого мы применили молекулярную динамику, это достаточно интересная группа методов компьютерного моделирования, это такой вариант атомной силовой микроскопии в компьютере, когда молекула тянется, в данном случае, через канал ацетилхолинстераза, снаружи до ее активного центра, и по дороге она взаимодействует с разными аминокислотными остатками, и, соответственно, усилие, которое нужно, чтобы ее тянуть, оно либо возрастает, либо уменьшается, в зависимости от того, ну, как бы, хорошо связывается молекула в данном участке канала или плохо. Ну, вот тут представлена некая раскадровка связывания соединения 547 с ацетилхолинстеразой. Сначала ацетилхолинстерсоединение 547 связывается с трептофаном 286 периферического анионного пункта. Да, то есть тут надо показать, что здесь показана сила, которую необходимо приложить к молекуле соединения 547. Ноль на шкале – это значит, что существует равновесие, что никакого усилия прикладывать в данный момент не надо. Отрицательные значения значат, что 547 и сам хорошо проникает в канал ацетилхолинстераза. Ну, и, соответственно, положительные значения – это сила в пиканьютонах, которые необходимо преодолеть, чтобы запихать молекулу в ацетилхолинстеразу. Дальше, после связывания с периферическим анионным пунктом происходит преодоление так называемого тирозина 341. Это два аминокислотных остатка, которые образуют так называемую бутылочную горлышку канала ацетилхолинстераза. Где-то в середине канала имеется сужение, и оно механически препятствует доступу субстрата либо ингибиторов в активный центр. Ну, вот дальше показано преодоление этого самого бутылочного горлышка. Тут важным моментом является взаимодействие с тирозином 124. Этот вот, я не знаю, видно или нет, но сотрудница, которая готовила этот слайд, она пыталась там показать атомные радиусы. То есть это не центры атомов. Там видно, что действительно 547-му тут тесно, и ему тяжело пролезть мимо этого 124-го тирозина. А дальше 547-й тянется глубже и взаимодействует со следующим аминокислотным остатком, фенилаланином 333-м. Дальше, соответственно, его тянут. Усилие, как вы видите, возрастает. И он практически достигает дна. Далее усилие еще возрастает. Все как бы усилие снижается. 547-й достиг дна канала. Возникает непраздный вопрос. Вот мы видим силу. И вот на последнем этапе усилие, необходимое, чтобы 547-й достиг дна ущелья, практически в два раза больше, чем усилие, необходимое на предыдущих этапах. И возник вопрос, сможет ли 547-й в реальности достигать дна канала, поскольку, повторюсь, наша задача была выяснить происхождение вот этой вот второй фазы, которая увеличивает афинность к Холинстеразе примерно в 10 раз. По нашей просьбе был сделан кристалл в Бренобле флорианом на шоном. И вот тут мы увидели истинное положение 547-го в канале от Стилхолинстераза. Он не достигает дна ущелья, он находится чуть ниже вот этого самого 124-го теразина. Ну, соответственно, на этой схеме первую часть, которая относится к дну ущелья, можно отсечь. И возникает две группы связывания. Первая – это вот в районе бутылочного горлышка, и вторая – с периферическим анионным пунктом. Ну, дальше, согласно закону молекулярной динамики, 547-й вытягивали с канала ущелья. И тут также были посчитаны усилия, и вы можете увидеть, что вот усилие необходимое, чтобы выдернуть его из-под этого вот теразина 124-го примерно в несколько раз выше для того, чтобы он туда попал под него. То есть вот этот вот теразин, он является таким обратным клапаном, такой крышкой, которая замедляет обратную реакцию. И, соответственно, вот это вот и является, видимо, вот такая вроде бы мелочь, она и является молекулярной основой того, что перед нами один из самых высокоактивных ингибиторов от Стилхолинстераза. Константа, я повторюсь, 2 на 10 минус 11 моля. Ну, тут вот приведена еще раз эта схема с тем, что есть равновесие между затягиванием и вытягиванием. Для того, чтобы вытянуть, нужно приложить значимую больше усилия. Ключевую роль играет теразин 124-й. Возникает вопрос, почему не ингибируется бутерилхолинстераза. Ну, из этой схемы это тоже понятно, потому что бутерилхолинстераза, как я говорил, отсутствует несколько остатков в периферическом аненном пункте, в том числе фенилаланин, и вот нет этого самого 124-го теразина. Поэтому бутерилхолинстераза ингибируется обычным способом. Ну, мое время выходит на доклад, поэтому я оставляю за кадром два других направления нашей лаборатории, которые тоже очень интересны и, возможно, потребуют отдельного разговора. Первое направление – это создание легандов к периферическому аненному центру ацетилхолинстераза на основе соединения 547. Это важно для терапии болезни Альцгеймера, поскольку показано, что периферический аненный центр ацетилхолинстераза способен примерно в 100 раз усиливать агрегацию патологического бета-амилоида. Второе направление – это поиск подходов к реактивации холинстераза головного мозга после отравления фосфороганическими ингибиторами. Это, в первую очередь, синтез оксимов на каркасе соединений для болезни Альцгеймера. Это важно, поскольку удивительно, но на данный момент нет реактиваторов холинстераза, которые способны бы были проникать через гематоэнцефалический барьер. И, соответственно, фосфороганические ингибиторы проникают в мозг, ингибируют там ацетилхолинстеразу и бутерилхолинстеразу. А антидотная терапия, ядром которой является дефосфорилирование с помощью оксивной группировки, такие соединения, все описанные на данный момент, заряжены, и они в мозг не проникают. Поскольку в год гибнет несколько сотен тысяч человек от отравлений пестицидами, это в первую очередь в таких странах, где развито производство хлопка, как Шри-Ланка, и причем 200-300 тысяч человек в год – это только случаи смертельные. А с отравлениями обращается, понятно, людей на порядок больше. Ну и поэтому это тоже является достаточно перспективным направлением нашей лаборатории. Далее, как просили, основные публикации по направлению в журналах с достаточно высоким импакт-фактором. Публикаций больше. Сразу скажу, мы выполнили план по публикациям, просто остальные публикации я не стал здесь приводить, чтобы не занимать время. Благодарю за внимание. И еще раз хочу поблагодарить организаторов, поскольку это действительно отличная идея – устроить конференцию, рассказать, что делается в разных Open Lab. И поэтому надеюсь на новые встречи в рамках конференции «От нейроны к мозгу». Спасибо. Методологический вопрос, пожалуйста. Очень интересно, вот вы рассказали о соотношении активности с телом калинистераза, интерьер-калинистераза, и что физиологическая роль мультирива калинистераза до сих пор не выяснена. И из какого объекта вы выделяли материал калинистеразу, когда работали с ней, и какие ингибиторы использовали. Вот у вас там был ОСПА, это просто органический, наверное. Вы говорили о том, что важен поиск будущим ингибиторов калинистераза. А как относительно уже известных ингибиторов бутерил калинистераза, например, как метацит? Может быть, он тут мог бы как-то... Ну, основной месседж в этой презентации был то, что... Основное сообщение было то, что бутерил калинистеразу как раз трогать не надо ни в коем случае при лечении патологической мышечной слабости. Потому как это снижает эффективность применения ингибитора ацетил калинистераза. И вызывает побочные эффекты за счет ингибирования в гладкой мускулатуре. Поэтому поиск новых ингибиторов именно специфичных для бутерил калинистераза мы в нашем проекте такое направление пока не рассматриваем. Вот. Мы использовали из МПА и бомбутерол. А из МПА это действительно фосфоорганический ингибитор, селективный к бутерил калинистеразе. Бомбутерол это карбоматный ингибитор, тоже селективный к бутерил калинистеразе. Но, как я говорил, направлением проекта является поиск ингибиторов и методологических подходов, чтобы синтезировать ингибиторы специфичные к ацетил калинистеразе. Скажите, пожалуйста, а есть ли финансы физиологические или поведенческие какие-то мышей накладываются по этим ферментам? Это один вопрос. А второй вопрос. Вы каким образом физически планируется... Вы нашли... Уже давно нашли, вы подтвердили очень высокую специфичность вашего ингибитора, а у нас в стране фомастической промышленности нет, да, и калинистеразе с огнем, на самом деле, не найдешь даже. Ну, прозорин бесплатный в аптеке. Ну, да, да, там такая паучка, что... О, Макарий. Поэтому, вот каким образом планируете ли вы каким-то образом продвигать вашу щеку? По первой части вопроса о фенотипе разных мутантов. Я очень много работал в университете Рене-Декарта с разными мутантами, нокаутными по ацетилхоленостеразе и по отдельным молекулярным формам ацетилхоленостераза. В принципе, куча поведенческих аномалий, не только поведенческих. По сути дела, это некое адаптивное состояние, которое характерно для ингибирования ацетилхоленостераза. Но если вколоть синтетический ингибитор у мыши, у нее начинается тремор, изменение температуры, ну и в конце концов наступает смерть из-за остановки дыхания, из-за блокады синаптической передачи в дыхательной мускулатуре, диафрагмы. Разница в том, что вот для мутантов по ацетилхоленостеразе, они по нокаутам, они выживают, но у них вот такое состояние, оно длится всю жизнь. То есть они как бы не могут нормально есть, для них нужна очень жирная пища. Они не могут размножаться, размножаются только гетерозиготы. Ну, как бы они всю жизнь вот ходят и трясутся. То есть если ты берешь такую мышь в руки, то и чувствуешь, какой у нее тремор. Вот. То есть это стандартная такая ситуация для отравления ингибиторами ацетилхоленостеразы. Ну вот природа великая и многогранная, и поэтому они адаптировались и живут плохо, но не умирают. По нокаутам по бутерилхоленостеразе на данный момент, насколько я знаю, не выявлено никаких поведенческих аномалий. Ну и по сути дела вот этот проект свидетельствует лишь о том, что нами выявлено, что ингибирование бутерилхоленостеразы вносит реальный вклад в синаптическую передачу только на фоне ингибирования ацетилхоленостеразы. Это важно, поскольку ингибитор ацетилхоленостераза используется в повсеместной медицинской практике, бутерилхоленостераза там не учитывается. Но вот действительно, какова физиологическая роль бутерилхоленостераза при активной ацетилхоленостеразы, это остается вопросом. А вторая часть вопроса была про продвижение соединения 547. Да, мы планируем такое продвижение. Ну вот, завтра я уезжаю на конгресс Холеностеразы в Испанию, а сразу после возвращения, через неделю, я еду в Питер заключать договор на доклинику. Вот. Ну вот, в общем, это ответ, наверное, на вопрос. Еще вопрос. У меня такой очень наивный вопрос. Есть ли какие-то отличия в структуре и, соответственно, в чувствительности холеностераза у мушей, крыс и человека? Кардинальных отличий нет. То есть, различия в структуре есть, но они... Нет различий в структуре, в аминокислотных остатках, которые я показывал, которые отвечают, собственно, за гидролиз ацетилхолина. Таких отличий нет. То есть, есть отличия вот в других остатках. Они влияют на пространственное расположение, ну, по сути дела, на фолдинг, но, опять же, не оказывают никакого влияния на канал, на каталитическую машину, которая находится на дне ущелья, на периферический анионный пункт. То есть, насколько мне известно, функциональных отличий не описано. Но отличия в последовательности, они, конечно, имеются. Спасибо большое. Если бы мы закончили, все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.